Добрый день. Два дня назад слушал выступление своего партнера, девушки, которая на тренинге перед дистрибьюторами рассказывала историю своего успеха, делилась и учила их, как зарабатывать деньги. Очень много полезного для себя услышал. Поэтому самое главное и полезное, зовут эту девушку Наташа, фамилия Журавлева. Самое полезное, что я услышал от нее, это энергия, которую она передавала. Страсть, огонь, возбуждение, энтузиазм, горение, желание любой ценой достичь поставленной цели и преуспеть. Потрясающее выступление, но я не об этом хочу сказать. То, что она молодец, это сто процентов, но она подчеркнула одну очень важную мысль. Я хотел на ней сконцентрировать ваше внимание. Для успеха в бизнесе надо научиться разговаривать с людьми. Затертая до дыры истина, которую я повторяю уже миллионы раз. И она рассказывает свою историю о том, как она питалась одной картошкой, будучи одна с ребенком, пробиваясь в этой жизни без мужа, без поддержки. И не было денег, и в общем тяжелая жизнь. И вот прошел год с небольшим. И сегодня доход ее достигает до тысячи долларов в день. И она рассказывала, как первое время у нее не получалось, сколько много она работала и не получалось. И потом вдруг она делает открытие для себя и для многих. Но не все, я так думаю, ухватили это. Она делает открытие и говорит, что успех пришел тогда, когда я начала разговаривать с людьми. Когда я перестала рассылать в интернете спам. Когда я перестала ориентироваться на контакты через почту, через написание текстов в спаме, в скайпе, через общение текстом в социальных сетях. А когда я начала разговаривать с людьми. Важнейший момент. Успех приходит только тогда, когда мы разговариваем с конкретными людьми, с человеками, с отдельными персональными личностями, с индивидуумами. Когда мы умеем использовать свои уста, данные Богу. Потому что это методом тыка, методом проб и ошибок. Человеки, люди выходят на истины, которые давно изложены в Библии. Когда Бог сказал, от плода уст своих человек насыщается добром. От плода уст своих наполняется чрево Его. То есть язык, уста. Об этом очень много говорится. О слове. О силе воздействия слова на человека. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Начинается одно из Евангелий. Слово. Вот в чем сила. И тот, кто этого недопонимает. Я раньше очень долгое время недопонимал этого. Я думал, что можно взять людей рекламными объявлениями, обильными. Я думал, что можно придумать нечто такое, чтобы не контактируя с людьми, рассылая письма, умные, красивые, с фото, с видео, каким-то образом их привлечь. Я еще раз, и еще, и еще, и еще раз убеждаюсь, что все только происходит из слова, из уст. От плода уст своих насыщается человек добром. То есть, как ты умеешь общаться, как ты умеешь слушать, как ты умеешь говорить, как ты умеешь использовать вот этот вот инструмент, данный тебе Богом. И важнейшим залогом успеха, если человек использует правильно свои уста, это обещание Божие. Вот я, есть такое, потому что Бог создал мир, Он создал основы, на которых все стоит. Вот есть такая книга, называется «Симфония». Вот, симфония. Кто понимает, что такое симфония? 22 тысячи ключевых слов и 100 тысяч ссылок на Библию. Ну вот, например, я выбрал уста, и вот читаю только из притч, что написано про уста, только в притчах слово уста. А если устами, уста твои и так далее, это уже другие ссылки. Но вот только уста, смотрите, прямо кусочки. «Ибо мед источают уста чужой жены». Сначала. А потом это все видят в погибель. Уста чужой жены. Уста же беззаконных заградит насилие. Но уста глупого, тире, близкая погибель. Уста глупого, близкая погибель. Если у человека глупого, открытый уста, и он что-то говорит, если он глуп, то он близок к погибели, потому что он такого наговорит. Ну, образно говоря, погибель. Можно наговорить такого, что никто не подпишется. Ничего не купит. Вот тебе погибель твоего бизнеса. Если ты глуп, если ты не научился использовать правильно свой инструмент. Уста. Уста праведника источают мудрость. Уста праведного знают благоприятное. Я просто читаю цитатку. Уста же праведных спасают их. Мерзость пред Господом, устал живое. Уста же мудрых охраняют их. Уста мудрых распространяют знания. Значит, что такое мудрый человек, распространяющий знания? Надо быть мудрым, чтобы распространять знания о компании твоей, о продукте и о бизнесе. Надо иметь мудрость, надо иметь понимание, надо научиться, как все это работает. И если ты мудрый, то твои уста распространяют знания, полезные людям. И тогда от плода уст своих человек насыщается добром. И чрево его наполняется. Насколько все ясно становится, когда ты опираешься на главный фундамент. На закон, который Бог установил. Уста мудрых распространяют знания. Дальше. 15 глава, 28 стих в притчах. Уста нечестивых изрыгают зло. Уста его не должны погрешать на суде. Речь идет о царе. Слово царя вдохновенное. Царь это лидер. Если человек открывает свой рот, будучи лидером, то он должен вдохновлять своих людей. И его уста не должны погрешать на суде. Уста глупого идут в ссору. Уста беззаконных глотают неправду. Но драгоценная утварь уста разумная. Или вот еще. Глубокая пропасть уста блудниц. Послушаешь блудницу и попадешь в глубокую пропасть. И льстивые уста готовят падение. Уста глупого губят его же. И так далее. То есть, если ты глуп, если ты не научился, если ты не умеешь, если ты не понимаешь, как все устроено, пока ты еще глуп, глупенький, маленький, новичок, то пойми, друг, уста мудрых ведут к успеху. И от плода уст своих человек насыщается добром. Мудрый, уста мудрые распространяют знания. Значит, для того, чтобы преуспевать, надо получить мудрость. Купи истину и не продавай ее, написано. Мудрость приобретается разными путями. Не будем вдаваться в детали сейчас. Но если ты не приобретешь мудрость, то ты не преуспеешь. А в чем главная мудрость? А в том, что все начинается со слова. С использования своих уст. Если ты не знаешь, как надо разговаривать с людьми, если ты не уделяешь этому внимания, если ты не концентрируешься на этом, если ты полагаешься на возможности каким-то образом обойти этот фундаментальный закон, установленный Творцом, что все начинается со слов и заканчивается словами, то тогда нет тебе шансов на успех. Тогда добром ты не насытишься, и чрево твое будет пусто. Потому что отклада уз своих человек насыщается добром. К чему я клоню? Надо учиться разговаривать с людьми. Примеры успешных людей в МЛН свидетельствуют, что люди, которые добиваются успеха, они умеют разговаривать с людьми. Они стремятся к общению. Они не боятся людей. Они выходят на конкретных людей и разговаривают с ними. Сегодня мы работаем в интернете. Потому что именно интернет обеспечивает максимальные условия для успеха. Потому что именно интернет, возможность общаться с большим количеством людей в единицу времени, обеспечивая высокую скорость распространения информации, позволяет человеку затронуть большие числа, много людей. Без этого сегодня не преуспеть. Ты перебираешь людей в поисках толковых, подходящих для твоего бизнеса. Если ты делаешь с помощью интернета, то ты преуспеваешь. Почему? Потому что интернет обеспечивает максимальную скорость. Это в жизни, в реальной, на земле. Это пока ты встанешь, пока ты поедешь, пока ты встретишься, а человек не пришел, а ты затратил час. А если он пришел, ты с ним начал говорить, а он не подходит. А если ты с ним встретился, то ты не можешь уделить ему всего лишь 3-4 минуты. А в интернете именно так и делается. Ты разговариваешь, общаешься с человеком несколько минут. Возможно. Даже 5, 10, 15 минут ты можешь его служить, его жизни, потом 30 секунд рассказывать ему о бизнесе и, используя инструменты, отправить его проходить испытания. Подходит он к тебе или нет? То есть инструменты в интернете плюс сочетание правильного использования уст дает на выходе успех. Все, кто преуспевает в интернете, в бизнесе, в MLM, все используют, правильно используют уста и используют инструменты, которые выполняют за них главную работу. Но инструменты никакие не помогут, если ты уста не используешь. Потому что от плода уст своих человек насыщается добро. Не от плода написанных текстов, не от того, как у тебя респондер заряжен, чем и как, не от того, что ты пишешь в одноклассниках, не от того, что ты рассылаешь рекламу контекстную или еще что-то там делаешь, не от того, не от того, не от всего, а исключительно от плода уст своих. А вот что говорить, кому и как, в нашей компании это все дается на обучение. Если вас это интересует, задайте мне вопрос, и я отвечу. Желаю вам удачи, до свидания.